Из всех стран самый тесный контакт Китай поддерживает с Россией. Высшая и старейшая государственная награда России для китайского лидера. Мне приятно отметить, что если в прошлом году мы наблюдали скромный, но все-таки рост товарооборота 3,9%, то в этом году он уже является значительным. В Благовещенске готовится к возведению моста через Амур, который соединит Россию с Китаем. Стройка обойдется в 19 миллиардов рублей, взяток специально учрежденными правительственными предприятиями в кредит. Переправа будет платной и по расчетам специалистов должна купиться через 15 лет. Сегодня будет подписано историческое соглашение о запуске в Китае первого российского телеканала «Катюша», который будет вещать на русском языке с китайскими субтитрами. Название выбрано не случайно. Для нескольких поколений китайцев это слово неразрывно связано не только со всем известной русской песней, которая была популярна в Китае не меньше, чем в России, но и с образом самой России, ее гостеприимством и открытостью. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Государственный визит в Пекине завершился приемом в честь почетного гостя. Владимир Путин и Си Цзиньпин вместе готовили. В Китае это хорошая традиция. Я готовил. Ты живой, свода. Да что ты, черт побери, такое несешь. Поворот российской экономической политики на восток, анонсированный после аннексии Крыма и начала введения санкций Запада, зашел в тупик. Несмотря на многочисленные призывы российского руководства, китайские компании отказываются инвестировать в реальный сектор экономики России и вслед за западным бизнесом выводят деньги. За январь-июнь 2018 года общий объем прямых иностранных инвестиций из Китая в РФ сократился на 24%, сообщил Центральный банк России. По итогам полугодия китайские инвесторы забрали более миллиарда долларов, а общий объем их вложений упал до 3 миллиардов 184 миллионов долларов. Почти весь отток был связан с непосредственным сокращением присутствия в России. 92% суммы бизнес вывел напрямую из капитала российских компаний. В целом Китай активно наращивает инвестиции за рубеж. По данным Минкоммерции, за январь-июль китайские компании вложили 65 миллиардов долларов в 4000 иностранных предприятий в 152 странах и регионах мира, что на 14% больше показателя за 2017 год. Но России из этих средств не досталось ничего. По данным ЦБ, отток китайских инвестиций продолжается четвертый квартал подряд, а их текущий объем на треть меньше, чем был до аннексии Крыма. Российский поворот в сторону Китая сегодня означает не только взаимные инвестиции. Владимир Путин встретился с Си Цзиньпином уже в 17-й раз, и скрупулезные китайцы это отметили отдельно в заголовках газет. Привез на этот раз целый пакет идей новых. Китайцы отлично копируют все. Вот сейчас Пекин начал реформу армии, опираясь на российский опыт. То есть не только переоснащение и модернизация, но и переформатирование огромной армии, до сих пор делавшей ставку на бесчисленную пехоту, в армию мобильную. В общей структуре иностранных инвестиций в РФ на Китай приходится меньше 1%, а общая сумма вложений в 49 раз меньше, чем у Кипра – 148 миллиардов долларов, и в 6 раз меньше, чем у Германии – 18 миллиардов долларов. Крупные российско-китайские инвестиционные проекты, которые анонсировались с помпой, пока заканчивались ничем. Идея продать китайской CEFC долю в Роснефти сорвалась после ареста главы компании Е. Яньминя, обвиненного в экономических преступлениях. Мы подписали у нас крупной энергетической корпорацией Китая с частным капиталом, который называется Хуасынь, два серьезных документа. Хуел, да. Хуел. Проект высокоскоростной железной дороги Евразии из Пекина через Москву в Берлин был признан нерентабельным. Вы знаете, что мы сегодня заканчиваем проектирование высокоскоростной железной дороги Москва-Казань, которая является пилотным участком большого транспортного коридора между Европой и Азией. И не случайно, потому что именно так подписан меморандум между Министерством транспорта России и железными дорогами России, Государственным комитетом по реформам развития Китая и китайскими железными дорогами. Попытка Минфина России выйти на китайский рынок и начать занимать в юанях также остается подвешенной в воздухе более четырех лет. Выпуск юаньевых ОФЗ, который изначально планировали на 2016 год, затем перенесли на 2017 и до сих пор не получил окончательного согласования властями Китая, заявил в октябре замглавы Минфина Сергей Старчак. Благодаря совместным усилиям и благодаря очень доброжелательным отношениям наших китайских друзей мы меняем в нужном направлении структуру нашего товарооборота. Для снижения зависимости от внешней пенюнктуры мы расширяем использование национальных валют во взаиморасчетах. Последняя попытка привлечь китайские деньги состоялась в июне 2018 года, когда тот, кто не называет фамилию Навального, посетил саммит Шанхайской организации сотрудничества Циньдао. Два часа назад, Владимир Путин прибыла в Циньдао, Приморский город в Китае примет встречу в верхах Шанхайской организации сотрудничества. По его итогам было принято решение подготовить технико-экономическое обоснование торгового договора с КНР, который должен стать аналогом транс-тихоокеанского партнерства. Готовить ТЭО планируется два с половиной года. Сроки реальных инвестиций не ясны. Президенту Путину, похоже, куда ближе слова Конфуция в устах Си Цзиньпина, чем вся эта белиберда про санкции и российскую угрозу. Техника и экономическое обоснование – это лишь меморандум. Таких ни к чему не обязывающих документов чиновники ежегодно подписывают на Всемирном экономическом форуме на несколько триллионов рублей. Китай готов инвестировать в российскую экономику только на определенных условиях. И из-за санкций может теперь навязывать их Москве. Центробанк взялся за китайские банки, которые отказываются работать с гражданами России. Он отправил пекинскому финансовому регулятору разъяснение после того, как стало известно, что китайские финансовые организации опасаются санкции США и отказывают россиянам в обслуживании. Похоже, в Пекине готовы перестраховаться, лишь бы не нарушить указания Вашингтона. Глава представительства Банка России в КНР Владимир Данилов заявляет, некоторые из китайских коммерческих банков слишком вольно трактуют ограничительные меры, которые применяются в отношении России. Речь о банках и компаниях, чьи владельцы внесены в санкционные списки США. Американские санкции против физических лиц на юридические не распространяются, но кредитные организации КНР предпочитают отказать россиянам в обслуживании платежей, чтобы не пришлось объясняться с Вашингтоном. Причем сложности возникли не сегодня. Еще в сентябре в представительстве ЦБ отмечали похожие проблемы. Очевидно, что всякого рода санкции, разговоры о санкциях в отношении Ирана, санкциях в отношении Российской Федерации, ограничениях по поставкам и введении пошлины квот в отношении Европейского Союза, Китайской Народной Республики, все это делается для того, чтобы решить внутриполитические задачи. Китайской Народной Республики